Доброй ночи, доброй ночи, мои хорошие, доброй ночи. Я нахожусь одна в палате, вот, на своей постельке. Вот, что хочу сказать, мне очень плохо. Мне Ирина моя привезла медокаум 150. Я выпила таблеточку. Мне всё равно ноги как болели, так и болят. Вот, и даже начали болеть вот здесь вот спереди коленки, вот здесь вот. А так вообще сзади вот здесь вот от попы и болят вот здесь вот до колена. А потом идёт от колена и ниже болят. Вот, не знаю. У меня сейчас такое ощущение, как будто я поступила в больницу только сегодня. Это у нас тёмная лампочка, одна лампочка в палате. Горит. Вот, мне очень плохо. Меня трусит. У меня болят все косточки. Сегодня же я не капалась. Сегодня капли не было, капельницы не было. И поэтому в те дни мне было хорошо после капельницы, а сегодня капельницы не было и мне плохо. Меня ломают все косточки. Меня трусит. Температура 37. Давление нормальное. Не знаю я, что мне делать, что мне пить. И некому пожаловаться. И вообще не знаю. Ну что я медсестре скажу? Мне плохо. Ну что? Она градусник померет. Температуры нет. Давление более-менее нормально. 140. Там иногда 145 пробивает. Это не давление. Это нормально. Но у меня болят все ноги. У меня болят все бока. У меня болит все. Девочки, сейчас прошло ваше сообщение. И там два человека, два человека пишут мне, почему ребенок лежал в взрослом отделении. Я уже на этих пять видео отвечала. И не один раз. Почему ребенок лежал в взрослом отделении. Ребенок чист, как родниковая вода. Ребенка привезли с температурой 39 ночью в воскресенье. А я с температурой 38 поступила днем в воскресенье. А почему ребенка, у которого нет ни поноса, ни рвоты, ни кашля, ни соплей. Все как у меня. А почему его должны положить в детское отделение к больным детям. Вот вы мне объясните. Вот вы сегодня два человека спросили. Я письменно вам не отвечала. Но я вот сейчас у вас спрашиваю. Почему у ребенка, у которого нет никаких симптомов, просто у него температура 39. И почему он должен лежать с поносными, с сопливыми, с кашлем, с рвотными. У нас каждый день спрашивали. У меня есть рвота поноса? Я говорю нет. Кашля есть? Нет. Ну, ребенок отлежал и сегодня ушел домой. Потому что это ребенок. Его, конечно, не светили. Ему не делали никаких проверок. Ему просто сбили температуру, покапали и все. Вот. Если бы этот ребенок с мамой лежал там, где рвота понос, что было с этим ребенком. Так что я считаю это правильно. У нас лежит с детдома мальчик, 6 лет которому. Он лежит с двумя толстыми, пузатыми дядьками в палате. И я считаю это нормально. Потому что симптомы у дядек и, наверное, у этого детдомовского мальчика одинаковые. Зачем детдомовского мальчика вложить в детское отделение? Когда он, наверное, прибыл тоже только с температуры. Как и я. Как и девочка наша. Так что, девочки, все правильно. Здесь тоже идет сортировка людей. Кого куда положить, кого куда определить. Вот. И я считаю, что все правильно. Девочка отлежала 5 дней, пошла домой. Вот. Там так пробежала я. Потому что лежала, меня все трусик вколотит. Видите, какая морда. Натрутила, наколотила меня. Не знаю. Хоть бы не сдохнуть этой ночью. Вот. Сейчас уже 22.11. Надо спать, ложиться. У меня вот болят ноги. Вот откуда растут ноги, отсюда они и болят. И болят еще руки. От плеча до локтя. И все. Все, мои хорошие. Хватит мне вам жаживаться. Спасибо за комментарии. Всем буду отвечать завтра. Сегодня нет моих сил. Все. Пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok